Свой личный бизнес и свой карман нельзя путать с государственным, это раз. И пошли претензии первые. Он создал такие условия в школе, сделав семейный подряд. Он директор школы, заочи его жена. Проблема спортивной школы как раз-то и возникает в том, что Аскеров, имея гостиницы, при одной из них построил зал, который я называю коридором, там размер этого зала 8,80 на 13, по-моему. И в этих условиях старается проводить соревнования всех уровней, в том числе всероссийских, которые мы ему уже запретили на протяжении трех лет проводить. Потому что для проведения соревнований по дзюдо необходимо минимальный размер татами 14 на 14. Должно место для зрителей, для спортсменов, для судей. Там, естественно, ничего этого нет. И самое проблемное в том, что проводя и соревнования, и учебные занятия в этом зале, ну, он, естественно, там сделал довольно-таки комфортные финансовые условия себе, хотя нам врал, что он бесплатно предоставляет этот зал. Выяснил, что более двух миллионов ежегодно он получает такас арендную плату с администрацией, а точнее с бюджета своей школы. И, соответственно, при проведении соревнований всегда ставят условия, ставил. Мне-то всегда звонили все представители со всей России, жаловались, что если мы живем в его гостинице, на его финансовых условиях, тогда он нас допускает к соревнованиям. Если мы не живем, он нас не допускает. То есть вот это все уже немножко перешло грани дозволенного. И самое главное, что психологическая атмосфера и состояние тренировочного процесса благодаря его и его семейному клану создана такая, что в этой школе никто из ведущих спортсменов не захотел оставаться. И самое негативное и страшное то, что в сентябре месяце со школы ушли уже более 70 человек ведущих спортсменов. Член сборной команды России, мастер спорт международных классов, Сава Каракизиди, чемпион Кубка Европы под джидо, Ушла неоднократная победительница первенства мира среди молодежи Усова Кристина. Ушла призер первенства мира по молодежи под джидо Бабиньян Зарина. Призер первенства России до 23 лет Ахмедзянова Евгения. Ушла победитель первенства России по молодежи Брелякова Елена. И Бабиньян Стамвел, это я называю только шесть членов сборной команды России, уровня которого в Анапе не было. И я вам скажу, что далеко-далеко не буду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова